Здравствуйте! Сегодня мы подробно расскажем, как эксплуатировать станок для гибки арматуры Grost RB40SA. Данный станок предназначен для гибки стальной арматуры диаметром не более 40 мм. Основным его преимуществом является наличие автоматического режима гибки. В комплект поставки входят сам станок, комплект инструментов и принадлежностей, педаль для управления станком в автоматическом режиме, УЗО с коротким отрезком кабеля и вилкой для иллюстрации подключения, руководство по эксплуатации на русском языке. Подготовка станка к работе проста и не занимает много времени. Проверим уровень масла в станке при помощи индикатора, расположенного на корпусе редуктора. Если редуктор пуст, открутим пробку маслозаливного отверстия и заполним его трансмиссионным маслом марки 80W90 до достижения уровня красной отметки. Объем заправляемого масла составляет 7,5 литров. Закрутим пробку маслозаливного отверстия. Подключим разъем педали к соответствующей розетке на корпусе станка. Подключим УЗО с вилкой к электрощиту и соединим вилку с расположенной на станке розеткой. Включим УЗО. При этом загорится индикатор рабочего положения. В данном обзоре мы выполнили упрощенное подключение, использовав короткий отрезок кабеля из нашего комплекта. При реальной работе УЗО необходимо разместить в электрощите, а отрезок кабеля заменить на кабель аналогичного типа необходимой длины. Все подключения машины к электросети должны быть выполнены только квалифицированным персоналом. Нажмите зеленую кнопку. Для гибки арматуры диаметром более 20 мм планшайба должна вращаться в направлении усиленной гибки против часовой стрелки. Если планшайба вращается в обратном направлении, поменяйте местами провода двух вас на клеммах УЗО. При нажатии красной кнопки планшайба вращается по часовой стрелке. Для гибки арматуры любого допустимого диаметра установим гибочные пальцы в отверстие боковой панели и планшайбы. На гибочные пальцы установим втулки. Для гибки арматуры диаметром менее 20 мм установим в отверстие боковой панели гибочные пальцы с уголком. В планшайбу устанавливаем гибочные пальцы со втулками. Соберем гибочный уголок. Вкрутим регулировочный штифт в основание уголка и наденем на него чашку. Зафиксируем ручку на штифте при помощи винта. Данный станок может работать в ручном и автоматическом режимах. Сначала опишем ручной режим. Выберем переключателем ручной режим. Укладываем арматуру на рабочую поверхность станка. Нажимаем зеленую кнопку. Для остановки планшайбы отпускаем кнопку. Нажимаем красную кнопку для поворота планшайбы в обратном направлении. Опишем работу в автоматическом режиме. Выберем переключателем автоматический режим. Зафиксируем один регулировочный болт в любом месте на планшайбе и нажмем на педаль. Для удобства расчета угла гибки отметим место остановки регулировочного болта при смене направления вращения. Данный болт отвечает за возврат планшайбы в исходное положение. Отмерим требуемый угол поворота планшайбы по часовой стрелке отметки, нанесенной ранее, и установим второй регулировочный болт в данном месте. Уже с установленными гибочными принадлежностями визуально проверим корректность угла поворота планшайбы, нажав на педаль. Укладываем арматуру на рабочую поверхность станка и проводим операцию тестовой гибки. Визуально или с помощью инструмента определяем отклонение угла от требуемого и передвигаем второй регулировочный болт на соответствующий угол в требуемую сторону. Выполняем повторную гибку для достижения требуемого угла. Требуемый угол в 90 градусов достигнут. Следующие прутки арматуры будут изогнуты на требуемый угол уже после первой операции гибки. Для экстренной остановки планшайбы нажмите на аварийный выключатель. Для продолжения работы повернем выключатель по часовой стрелке. Освободим арматуру в ручном режиме. Регулярно обслуживайте станок в соответствии с таблицей, размещенной в руководстве по эксплуатации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова